Это река Чаупхрая, огромный водный путь, протекающий через центр Таиланда. А вот здесь, по берегу, расположена древняя столица Айтхая. Раньше люди здесь и во всем Таиланде строили свои дома на воде, так было удобнее передвигаться. Сейчас, конечно, все изменилось, однако разрушительные наводнения, обрушившиеся на эту и многие другие части страны 3,5 года назад, вынудили людей пересмотреть свое отношение к воде. Я думаю, что очень важно научить людей снова жить рядом с реками и другими водоемами. Так или иначе, повышение уровня моря значительно затронет большую часть Таиланда. И если мы не научимся обращаться с водой, как в прошлом, таиландское общество в какой-то степени ждет катастрофы. Это дом, построенный, чтобы противостоять наводнениям, так? Да, это дом-амфибия. Он был построен в 2013 году. Амфибия? Что это значит? Это значит, что в обычный день, в сухой сезон, как сейчас, он стоит на земле, как любой другой дом. Но когда начнется потоп в дождливый сезон, он может подниматься вместе с уровнем воды. Он стоит на обычном фундаменте, но спроектирован таким образом, что может отделяться. А что под ним? Это плавучий резервуар. Там вода? Именно. Когда вода начнет подниматься и достигнет примерно трети этого плавучего резервуара, дом начнет подниматься. Мы снова в вашем офисе в Бангкоке, а это и есть съемки того, как дом поднимается? Да, мы просто накачивали воду, чтобы посмотреть, насколько он может подняться. В реальности, можем ли мы ожидать, что такие дома вскоре начнут строить по всему Бангкоку? Этот вид домов, наверное, станет необходимостью в течение 10-15 лет, когда начнет подниматься уровень моря. То есть выбора не будет, людям придется строить такие дома. Да, людям придется строить такие дома или уехать из Бангкока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!